Одна из самых неоднозначных ситуаций 2020-го связана с главным трендом года, все тем же коронавирусом, а точнее строительством для больных COVID-19 отдельного госпиталя. Этой проблемой власти озадачились минувшей осенью, когда зашкаливало число заболевших. Мест в больницах не хватало, аппаратов ИВЛ также был дефицит. Сначала руководство Барнаула решило, что госпиталь будет создан на базе геомаркета либо недостроенного торгового центра в индустриальном районе. Но после долгих переговоров под медцентр в 600 койко-мест пожелали отдать посудоцентр. Мы сегодня сожгли за собой мосты. Мы демонтируем все, что можно. Из посудоцентра выселили всех арендаторов и развернули стройку. Бойко шла она здесь больше месяца, но от планов внезапно отказались. Причины, по мнению властей, две. Стабилизация эпидситуации и нехватка финансов. Предполагаемый объем расходов составит около 400 миллионов рублей, которые придется безвозвратно вложить в арендованный на 2-3 года участника объект. В итоге губернатор принял решение отказаться от реализации такого проекта. Теперь владелец перекроенного посудоцентра планирует сдать его под склады. Реклама об аренде площадей нереализованного мегагоспиталя есть на сайте объявлений. В соцсетях такая новость не осталась незамеченной. Под каждой публикацией сотни возмущенных комментариев. «Господи, а как все рьяно начиналось? Прям чуть ли не с одной стороны посуду выносили, а с другой уже больных заносили». «Видимость создали, бабки попилили, пообсуждали и разошлись до весны». «Не смешите уже народ, деньги все выделяют нам на край, а в итоге где они?» А вот еще один случай, который также связан с главой Барнаула. Правда, обсуждение в соцсетях уже в более ироничной форме. И все это благодаря забавному видео с рабочей встречи мэра Вячеслава Франка. «Просто он, в отличие от нас, решил закрыть все слизистые на лице, как и положено». «Это было так мило, но заработался человек». «Человек просто перепутал маску и очки, надел автоматические видео в урезанном варианте. Далее он улыбнул со своей ошибки и взял очки». «Преподнесла сюрпризы в 2020-м даже погода. Она устроила настоящий климатический экстрим для жителей края. Из-за ранней весны тополиный пух полетел уже в мае. Осень тоже была непривычно жаркой. В октябре температура достигала плюс 20. Зато зима, не дождавшись по традиции крещенских морозов, люто ударила уже в декабре. Видимо, решила, что погрели здесь уже достаточно». «Иди наружу. Какая ружа? Ты посмотри, там что происходит. Ты не говоришь наружу. Никакой ружи». Еще одна история позабавила жителей Барнаула уже в канун новогодних праздников. При этом начало она берет в другом регионе. В одном из городов Воронежской области установили памятник Аленке. Да такой, что местные испугались металлической девчины. Какие только прозвища не дали ей в соцсетях. При этом барнаульцам Аленка напомнила одну из снегурочек, что установили в Барнауле 10 лет назад. Такой же дикий взгляд, воинствующий нрав. «Какой год, такие скульптуры». «У нее положительный тест на ковид». «Нормальные Аленки. Просто народ забыл уже, как настоящая русская женщина выглядит. Сейчас же все тюнингуются. Брови, губы». После таких «шедевров» хочется пожелать всем в следующем году. Творите, но не вытворяйте. Елена Макаренко. День с толком.